здравствуйте дорогие друзья и так вернемся немного назад пресс-конференции nvidia где она показала новые лэптопы с последними видеокартами 3000 линейки и показала главный хит для меня мега хита не будешь такого слова это карта 3060 12 гигабайтами видеопамяти ребята многие из вас не поняли что на самом деле показал nvidia она показала просто мега хит это карта который подходит для full hd гейминга она походит для подходит для 2 кей гейминга она подходит для 4 кей гейминга на full hd можно играть на ультра настройках в любые игры в 2 кей можно играть на ультра настройках любые игры на этой карте в 4 кей можно играть на средне высоких настройках в любые игры видео буфера будет хватать производительность будет я думаю достаточно приличная итак ребята перейдем плавно как характеристикам этой карты значит у карты 3060 ти восьми нанометровый графический чип g106-300 3584 ядра куда 112 цент тензорных ядер 28 ядер арти 112 текстурных блоков 64 блока рендеринга видео буфер 12 гигов gddr 6 памяти стадо 192 битная шина частотой 16 гигагерц пропускная способность 384 гигабайта в секунду вычислительная мощность 13 трафлопс графическое ядро работает на частоте 1810 мегагерц тдп 170 ватт значит у нас в украине заявленная стоимость ну как бы рекомендованная будет 12999 гривен но это так ребята знаете что будет на самом деле конечно реалий совсем другие или 460 долларов ребята сразу о цене значит я имею точную информацию что карта будет продаваться примерно по цене карта 3060 ти почему потому что не очень большой видео буфер она слабее карты 3060 ти но именно потому что у нее большой видео буфер потому эта карта как бы можно покупать на вырос на годы там 35 лет будет срок жизни этой видеокарты из-за этого эта карта будет продаваться именно по цене карты 3060 ти потому что по видео буфер эта карта конечно произошла эту карту 3060 ти но конечно по производительности она слабее и так ребята многие вот я вам говорю ребята многие почему-то вот не поняли почему вот у этой карты много большой объем видеопамяти очень просто большой объем видеопамяти потому что эту карту вот вспомните какая была карта 1060 это было это был хит продаж эта карта наверно которая продавалась а круче всей тысячной линейки nvidia эта карта 360 будет тоже продаваться больше карт 3060 ти 3070 38 3390 вместе взятых вы увидите что это будет такой бюджетный мега хит и уже даже карты там 3050 ти если она выйдет там какие-то другие эти карты уже не интересны вот эта карта это будет карта которая будет массового потребления массовой покупки массовой закупки массового применения такое оружие массового применения для видеоигр в общем nvidia конечно молодцы и сделали просто ход маркетинговый но супер точный я думаю что это это карта повторить судьбу карта 1060 это однозначно и я не знаю вот хотите хотите верьте хотите нет но ребята так оно и будет значит что у нас происходит сейчас на экране ребята поскольку эта карта равна по производительности карты 2070 супер я виду карта 1060 ти и 5700 xt я взял на себя смело сделать несколько тестов таких достаточно требовательных играх на карте 5000 вот исти с помощью еще процессора 5600 x пожалуйста все перед вами обреки внимание сколько видео памяти расходуют карта я думаю что у карты 3060 будет примерно такой же самый расход видео памяти и в данный момент и примерно будет такой же она показывать fps значит пожалуйста игра киберпанк настройки графические самые высокие 2 кей разрешения потом будет игра кризис настройки будут просто высокие 2 кей разрешения и потом у нас будет red dead redemption тоже 2 кей разрешения настройки ультра высокие такие смешанные настройки вот и обратите внимание на fps вот в данном ролике для нас интересен какой fps показывается и сколько расходуется видео памяти и вы поймете что например игра кризис расходует видео память почти полностью по звездку почти 8 гигабайт и будут у нас выходить какие-то слава потом почему почему она так много расходыitness видеопамяти потому что игра хреново оптимизирована будет выходить у нас хреново оптимизированные игры будет выходить очень требовательно игры которые будут расходовать очень много видео памяти я вам скажу ребята больше что вот в игре даже вот киберпанк расходуется в видеопамяти больше 7 гигов. А я думаю, что нас ждут выход игр таких еще более красивых в графическом плане. Я думаю, что игры эти будут потреблять в видеопамяти больше и больше. И именно карта 3060 это настоящий бестселлер, который вот если вы купите, эта карта будет вам на годы. Ребята, это реклама NVIDIA абсолютно. Отнюдь. Вот поверьте мне. Я думаю, что и AMD, посмотрев предконференцию NVIDIA, а я думаю, что она тоже выпустит какую-то карту. Наверное, это будет карта какая-то там 6700 или 6600. Карта какая-то тоже будет с 12 или 14 гигабайтами видеопамяти. Но я думаю, что AMD сделает скорее всего какую-то карту такую же с видеопамятью 16 гигабайт. И это будет карта или 6600 или 6700. Я не знаю, как они будут называться. Я думаю, что она сделает такой шаг вперед чуть-чуть, чтобы обойти немножко NVIDIA по количеству видеопамяти. А по производительности будут карты примерно одинаковые. И что еще, ребята, хочу сказать вот по поводу цен на видеокарты. К сожалению, ребятки, цены на видеокарты стабилизируются очень нескоро. А по самым оптимистическим прогнозам, цены на видеокарты будут упадут не раньше конца июня 2021 года. Ну, по самым реальным прикидкам, к сожалению, ребята, опять повторяю, к большому, к сожалению, карты будут продаваться по нормальным ценам и стабилизируются цены на видеокарты только осенью 2021 года. Нас ждет очень длительный период гигантских цен на видеокарты. Их видеокарты будут продаваться дороже своего номинала примерно в два раза. Если, допустим, цена на видеокарту у нас в Украине 3060, будет примерно заявлено 460 долларов, ребята, реально карта будет продаваться долларов 800-900. Это реально будет цена на эту карту. Если Nvidia заявила, что рекомендованная стартовая цена 329 долларов за карту, мы таких цен с вами не увидим. Потому что, во-первых, все производители видеокарт повышают цены на свои комплектующие. И майнеры делают, конечно, свое дело, потому что сейчас очень много вы можете полисать какие-то, допустим, объявления по продаже IT-комплектующих. Например, у нас в Украине есть такая площадка называется OLX. И там уже предлагается покупать просто целые фермы с последними видеокартами. И там даже уже пишется, допустим, сколько мегакэша дает данная ферма в час. К сожалению, Nvidia и AMD сказали такую глупую вещь, что они не видят угрозы в майнинге, они не собираются выпускать пока там карты для майнеров, потому что считают, что как бы видеокарты дефицит, потому что в основном покупают геймеры, а не майнеры. Но, ребята, вы знаете, что, честно, ну, откровенно, идиотское высказывание, глупое, тупое и неумное. Конечно, бум с ценами на видеокарты именно связан именно майнингом, а не всплеском активности геймеров. Карты геймеры покупают, новые покупают. Обычно карты, как происходит, ребята? Происходит, выходит новая карта, она продается по несколько завышенной цене, и через какое-то время как бы цена сдувается и становится как бы очень близко к рекомендованной цене. А здесь карты, которые вначале появились, а вы знаете, ребята, вот я, например, помню, когда вот карта, появилась карта 6800 XT, она предлагалась по цене примерно около 1000 долларов. Я смеялся, думал, что это глупо, что это идиотизм какой-то, это очень дорого, а она сейчас продается по цене 1400-1450 долларов. Так что 1000 долларов для этой карты, это была нормальная цена. И цену на карту 6800 XT приблизительно долларов 750-800, мы увидим. Я думаю, где-то она будет продаваться, когда будет стабильная, уже реальная цена, справедливая, где-то долларов 700-740 будет цена вот этой видеокарты. Но не полторы, не полторы, не 1400 долларов. Это как бы очень дорого. Я считаю, ребята, очень простую вещь. Есть, появились такие вот блогеры, которые называют тех людей, кто собирается ждать понижения цены на видеокарты, чтобы купить себе новую карту, сделать себе брейд, называют их ждунами. Это какое-то новое определение. Ребята, но если у вас очень много денег лишних, и вы не хотите ждать, то, конечно, покупайте видеокарты. Я никого отговорить не буду. Но если вы реально хотите сэкономить, если вы реально хотите подождаться какой-то справедливой цены, то надо ждать, я думаю, по самым-самым-самым фантастическим прогнозам, это уже, к сожалению, это весна 2021 года. По более-не-менее таким реальным прогнозам, это конец июня 2021 года, а по самым реальным, это октябрь-ноябрь 2021 года будет как бы снижение цены на видеокарты. Но, ребята, это все непредсказуемо, это все не точно, по одной простой причине, потому что все зависит от курса криптовалют. Если криптовалюта обвалится, я лично жду обвала криптовалюты, потому что настолько нереально высокая цена криптовалюты, что я думаю, что будет обвал, причем будет обвал страшный. И когда произойдет обвал криптовалюты, я думаю, через месяц там полтора-два видеокарты упадут уже до цен справедливых, до цен рекомендованных. Вот, ребята, вот такой вот получился ролик. Пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Пишите ваши комментарии, вот скажите, вот я думаю, что 3060 это будет карта именно такая мега-хит продаж. Будет ли у меня на тестах эта карта? Ну, ребята, поживо увидим, вполне может быть, что появится, интересно. К сожалению, по производительности эта карта для меня интерес особо не представляет, но эта карта будет такая хайповая. Я думаю, что она должна появиться, конечно, у меня на тестах, скорее всего. Я буду думать о покупке этой карты. Ну, посмотрим, ребята. Когда она появится, я сказать, к сожалению, не могу. Пацане там 9800 долларов эту карту покупать не буду, потому что она просто этих денег не стоит. Итак, ребята, пишите ваши комментарии, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, дизлайки, пожалуйста, это очень помогает продвигать видео. Ребята, что могу сказать еще? Бог с этими видеокартами, Бог с этими ценами. Это все, конечно, очень интересно, в то же время и печально. Самое главное, ребята, я желаю всем вам крепкого здоровья, берегите себя и своих близких. Дай Бог вам все здоровья, всего самого наилучшего, удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok